Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Дарьи Давыдова в этом выпуске. Белоярские воины. Всегда ли в коммунальных ЧП стоит винить работников управляющей компании? Оперативное задержание в машине у грабителей. Нашли наркотики. На пути к четвертой победе подряд волейбольный «Газпром Югра» сыграл с Грозным. Бюджет округа увеличили на 400 миллионов рублей. Департамент финансов Югры внес корректировки в закон в связи с изменениями в федеральной казне. Дополнительные деньги появились в части межведомственных трансферов, которые направлены на реализацию целевых государственных программ. Также сейчас чиновники формируют условия займа для покрытия дефицита бюджета на этот год. Сроки ввода социальных норм потребления электроэнергии в России перенесли. Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако эксперты и население все равно скептически относятся к идее тотальной экономии. Подробности далее. Социальные нормы потребления электроэнергии должны были вступить в силу в июле 2014 года. Россияне ждали этого без особого энтузиазма. Во многом потому, что 50 киловатт-часов явно мало для жизни. Тем более в северных условиях. Люди должны жить нормально, в нормальных условиях, особенно на севере. Никто не интересовался у людей, хотят ли они жить при свечах. Мы должны жить нормально, нормально питаться, слушать музыку, смотреть телевизор, ходить в глаженных брюках. Депутаты Думы Югры хотели обратиться к федеральным властям с предложением пересмотреть законодательную инициативу. Но Москва сработала на опережение. Дмитрий Медведев, председатель правительства России, подписал постановление, по которому страна получит еще два года на раздумье. Считать целесообразным предоставить субъектам Российской Федерации право принятия решений о введении социальной нормы потребления электрической энергии, исходя из необходимости введения не позднее 1 июля 2016 года. За это время регионам необходимо разработать свои нормы потребления. Двух лет должно хватить, чтобы экспериментально определить, сколько на самом деле электричество необходимо населению в век новейших технологий. Артем Высоцкий, Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Взгляд изнутри. Наша съемочная группа решила провести одну смену с аварийной бригадой районной управляющей компании УТВИФ, чтобы проверить, сколько времени уходит на заявки и почему происходят коммунальные аварии. Выбор не случайен. За последний месяц количество звонков от жителей Белого Яра в нашу редакцию исчисляется десятками. Всегда ли работники виноваты в ЧП и от чего зависит скорость устранения проблемы? Подробности далее. На дежурство с аварийной бригадой управляющей компанией УТВИФ мы отправились в субботу. Ртутный столбик термометра замер на отметке в минус 42 градуса, намекая на то, что сложа руки в поселке Белый Яр сидеть не придется. Здравствуйте, диспетчерская УТВИФ Никулина. Это единственная диспетчерская управляющей компанией по всему Сургутскому району. Хотя на Белом Яру есть своя, часть звонков, тем не менее, поступает сюда. Здесь дежурный по смене звонит аварийной бригаде и отправляет ее на вызов. Кстати, звонки белоярцев 90% от всей работы. Наша служба непосредственно, конечно, контролирующий орган, к нам поступают заявки в ночное время с поселка Белый Яр. Мы их отрабатываем с аварийной службой, по возможности, сколько можем, выполняем. При таких низких температурах в ветких домах Белого Яра регулярно перемерзают трубы с водой. Только отогревать их работники УТВИФа боятся. Труба под воздействием тепла начнет расширяться и случится порыв. Виктор Сыч работает в коммунальной сфере уже 33 года. Был сварщиком, стал сантехником. Вызовы, есть вызовы такие, что повторяются. Одна заявка может несколько раз повторять. А так выполняем, то нормально. Виктор говорит, в день его бригада отрабатывает примерно 15-20 вызовов. На часах половина 12-го, а в диспетчерской числится уже 14 заявок. То, что некоторые проблемы просто не могут устранить из-за сопутствующих факторов, например, низких температур или такой ветхости трубы, что она рвется чуть ли не от простого прикосновения, население часто не догадывается и злится. Есть какие-то нормы и какие-то грани, которые надо маленько подождать. Есть некоторые заявки, которые выполняются конкретно по 2 часа, а не в течение 10-15 минут. Едем на вызов по улице Лесной. Перемерзание труб. По пути заезжаем на плановую работу. Необходимо перекрыть стояк. Люди делают ремонт. И не выполнить такое простое действие сантехники не имеют права. Заявка платная. Очень много порывов. Не можем закрывать, боимся. Мы дай его прихватить в узле, и все. Эта проблема мы еще больше соградываем. Поэтому, если мороз спадет, тогда уже будем делать день и ночь будем делать. Мы добрались до Лесной улицы. От пара в узеньком подвальчике, где располагаются коммуникации, ничего не видно. Однако различаем, что трубу уже порвало. Здесь работы часа на три, говорят аварийчики. И так каждый день от вызова к вызову за 20 тысяч в месяц рабочие УТВИВА борются с морозной погодой и плохими коммунальными сетями. Андрей Лобов, Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. Сургут. Интерновости. По факту пожара проводится проверка. Гукнуть через рогинароги, потушился пожар. Все, где живы, здоровы? Ну да, все. Вспыхло просто. Так, вырубайте сауну. Да хорошо, да. Как? Полностью, все. Через окрыли. Ночью с субботы на воскресенье в Старбанке на улице Ленина произошло ЧП. Неизвестные пытались вскрыть терминал с деньгами, однако им этого сделать не удалось. Из-за неудачи они попытались поджечь банкомат, видимо, с целью скрыть следы неудавшегося ограбления. Пожар предотвратили. На месте работали кинологи с собакой, полицейские и пожарные. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что попытку преступления совершили 4 человека в медицинских масках. Ведется розыск. Если одну группу правонарушителей еще пока ищут, то вот для других преступные деяния уже точно не останутся безнаказанными. Поиски троих подозреваемых в грабеже принесли результат. В пятницу около половины десятого вечера сотрудникам ГИБДД поступила информация о том, что машину с подозреваемыми в совершенном ранее грабеже заметили около магазина «Престиж». На место выехали три экипажа полиции. Предполагаемая машина была обнаружена на стоянке около магазина. Вся операция по захвату заняла не более полуминуты. Для этих молодых людей появление полицейских оказалось большим сюрпризом. Не меньше удивились и стражи порядка, когда обнаружили в машине сразу два пакетика с содержимым, похожим на наркотики. Впрочем, задержанные уверяют, что о появлении этих веществ в автомобиле им ничего не известно. А что это пакет в машине? Я вообще не знаю. Пацанов взял, они говорят, давай машину подождем, он сейчас приедет. Вы вообще подлетели, я даже не понял вообще, что произошло. А вы знаете? Кого? Пацанов. Нет, вот они меня попросили довезти, я их довел. Откуда попросили, откуда везете? Так, по городу, вообще ездил, так слово. В отличие от водителя, пассажиры оказались немногословны, однако сообщили, что человек, находившийся за рулем, им знаком. Вы в курсе, за что задержались? Нет. А вы сзади сидели, а впереди? Спереди. Ну как, знаю, так, немного. Нам пусть объясняют, за что задержали. А содержание пакетика, который сзади, знаете? Нет. Посмотри, пожалуйста. Не видели его раньше, да? Я спереди сидел. Знаете, за что задержали вас? Нет. А вы сзади сидели? Что за пакетики у вас там? Сигарет, самокрутки? Ну, сигарет, обычный сигарет. А в пакетике что? По-другому сделаем немножко. Пакетик не видели? Нет. А водителя, знаете, вместе ехали, да? Ну, знаю, но и так, но хорошо. А откуда ехали? На самом постиву. По городу катались. Экспертиза в психоневрологическом диспансере показала, пассажиры этого авто находятся в состоянии наркотического опьянения. Водитель от прохождения процедуры медосвидетельствования отказался. По данному факту проводится проверка. В отношении задержанных могут быть возбуждены сразу два уголовных дела. Грабеж, совершенный группой лиц, наказание до 7 лет лишения свободы и незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы. Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Сегодня начало масленичной недели. Масленица – древнеславянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. В понедельник – встреча масленицы, во вторник – заигрыши. В среду теща приглашает зятя на блины. По четвергам принято кататься на санках, в пятницу зять делает ответный жест тещи. Суббота отводилась за ловкиным посиделком, затем прощенное воскресенье. В Сургуте в заключительный день масленицы планируются массовые гуляния. Мероприятия пройдут на многих городских площадках. Мы спросили у сургутян, как они готовятся к проводам зимы. Сидим, блины печем и все. Я никак не отмечала. Интересно? Мы раньше ездили с классом на всякие мероприятия. Чучело жгли? Да. Мне очень нравится эта неделя, когда я все пеку блины. Это очень вкусно. Очень любим это блюдо. Ну и, конечно, сам процесс выжигания чучела провода зимы – это тоже, думаю, очень интересно. Не только взрослым и детям, конечно же. Блины печем, раздаем, приглашаем родителей. Родители нас приглашают на масленицу к себе. Сургут – город любви. Под таким девизом в Театре Сургут состоялся ежегодный фестиваль творчества молодых семей. В этом году на конкурс заявилось 25 команд, но финальный этап прошли только 7. О самых красочных событиях расскажет Екатерина Любешева. Фестиваль проходит уже восьмой год. За это время в нем приняли участие более 100 семей. В этом году мероприятие приурочили к 420-летию города. Одна из семей в ходе выставки представила увлечение папы. Он из мат, у него замечательные монеты, коллекция монет. А мама все это влекла в творческий, мама-рукодельница, в творческую такую рукодельную комбу. Один из самых зрелищных конкурсов – «Визитка. Любовь вне времени». Я так люблю его. Он лучше на планете. Он самый главный в мире человек. Проснувшись рано на рассвете, еще не открывая век, целую нежно, чтобы не разбудить. Прошу у Бога одного. Позволь нам в вечном месте быть. За кулисами ажиотаж. Участники готовятся выйти на сцену и, конечно, волнуются. Наша семья дружна и едина, а значит, она непобедима. Поддержка в таком конкурсе очень много значит. Ежегодно болельщиков собирается более 500 человек. Я за всех. Мне все нравятся. Эти три копии принадлежат оригиналу Стасу и его жене Марине. На достигнутом останавливаться не собираются. Семья начинается с детей. Это наш девиз. А сколько у вас их еще будет? Загадывать не будем. Чем больше, тем лучше. Да, девочки. Первое место заняла семья Косицыных. Второе – семья Казанцевых. Счастье наше в любимой супруге, которая держит меня в руках. Ну вот. И вот. А девиз наш – мы всегда и везде победим везде. Почетную бронзу взяли Кречетовы. Вот, сальцо. Сальцо, как там Малышева говорила, путь к сердцу мужчины лежит через его кишечник. А, нет, через его желудок. Эта же молодая, но уже многодетная семья взяла приз симпатии компании «Телеплюс». Провайдер выступил спонсором конкурса, подарив самым креативным семьям сертификаты на полугодовой доступ в интернет. «Телеплюс» – современная компания, молодая компания. Нам очень приятно, что мы присутствуем на таком празднике креатива, как сейчас принято говорить. Поэтому мы поддерживаем такие начинания людей. Мы хотели, чтобы весь город Сургут процветал вместе с компанией «Телеплюс». Остается добавить, что победители войдут в состав городской команды, которая представит наш город на окружном этапе. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. В новом здании новые перспективы, новые идеи, новые проекты. В Сургутской филармонии подвели итоги творческого сезона, который иначе как успешным и прогрессирующим не назовешь. 45 премьер только за счет местных коллективов. За год специалистам удалось организовать внеурочную деятельность школьников и дошколят. Для пенсионеров работает дневной абонемент. По воскресеньям проходят семейные концерты. Сегодня в стенах учреждения работают более 100 артистов и 5 собственных коллективов. Охотно приезжают исполнители из других городов. Как отметил директор филармонии, Яков Черняк в этом году организует электронную продажу билетов. А чтобы к культуре мог приобщиться каждый – виртуальные залы. Представьте себе библиотека, библиотечный зал, в котором вешается экран, в котором ставится проектор и в котором технически обеспечивается онлайн-трансляция из города Сургут, из этого зала. Это сопричастность сиюминутная, ощущение, что для тебя, и сургутская филармония будет говорить, что сегодня зрители Нижнего Сартыма, сегодня зрители Нантура вместе с нами. То есть вот эта сопричастность, она чрезвычайно важна. В Сочи завершились 22-е зимние Олимпийские игры. Непосредственными участниками Олимпиады в Сочи являлись не только спортсмены, но и волонтеры. На играх работали больше ста югорчан, в их числе студенты Сургутского госуниверситета. На каких объектах будут работать студенты определились еще в нагибре прошлого года, а в столицу зимних Олимпийских игр прибыли примерно за две недели до их начала. Условиями размещения в Сочи студенты Сургу остались довольны. Языкового барьера, которого так боялись делегаты от округа, не возникло. По телефону мы поговорили с Кристиной Егорских, которая работала волонтером на санно-бобслейной трассе и вот-вот вернется в Сургут. На самом деле безумно здорово, когда ты стоишь на финише и когда вся толпа зрителей активно начинает болеть в предвкушении, когда же русские спортсмены пройдут мимо них. Это безумно здорово и гордость за то, что наши спортсмены взяли золото и мы были там. Это просто неописуемый восторг. Уже некоторая грустинка нас посещает, что все закончится. Но это не беда, потому что впечатлений у нас на следующий год ушло больше. Мы приедем, будем рассказывать, делиться, показывать много-много фотографий и дарить сувениры. Волейбольный клуб «Газпром Югра» провел на домашней площадке очередную встречу в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. Наша команда принимала Грозный. История матча этих соперников неоднозначная, поэтому в какой-то степени эту игру можно было назвать принципиальной. Итоги встречи в следующем сюжете. На площадку «Газпром» вышел, имея в запасе три победы в последних матчах. Впрочем, недооценивать соперника сургутяне не стали. Хотя в этом сезоне в Серпухове газовики одержали надгрозным победу со счетом 3-0, в сезоне прошлом наши волейболисты на домашнем паркете уступили гостям в пяти партиях. Кроме того, основной связующий нашей команды получил травму и на площадку не вышел. Заменил Сергей Антипкина молодой новичок «Газпром-югры» Павел Панков. С какой-то стороны, естественно, эти изменения не в лицах и коррективах, потому что ребята, естественно, с Сережей Антипкиным более сыгранные, чем Пашей. Паша у нас буквально тут несколько туров только появился, три тура назад. Но молодец, он, в принципе, выдержал всю игру. Первую партию «Газпром-югра» отдал Грозному со счетом 20-25. Было заметно, что прославленный сургутский блок немного хромал. Да и количество атак первым темпом оставляло желать лучшего. Тем временем на площадке появился наш доигровщик Денис Шипотько, который из-за травмы пропустил часть сезона, а в «Газпром» пришел как раз из Грозного. Мое восстановление идет планомерно очень. Я считаю, что к следующему туру я уже буду полностью во всеоружии, и буду выходить и пытаться помогать команде. Хочется это делать как можно больше. Во втором сете наши волейболисты как будто проснулись. Частота ошибок Грозного увеличилась, что, видимо, вдохновило сургутян. Взяв эту партию со счетом 25-23, третью «Газпром» сопернику подарил, уступив преимущество в розыгрышах после второго технического. Мои бывшие коллеги играли очень эмоционально. В принципе, у них много сегодня получалось, летела подача. Очень много получалось в атаке. Разозлившись на самих себя, волейболисты «Газпрома» довольно быстро и успешно завершили четвертый сет. 25-17. Снова, как и год назад, судьба матча решалась на тайбрейке. Однако здесь фортуна от сургутян отвернулась. На табло 10-15. Два очка достаются Грозному. «Газпром» довольствуется одним баллом. «Сегодня мы сделали меньше ошибок, но учесть то, что у «Газпрома» сейчас проблема в том, что их не основной пасующий Антипкин получил травму и сейчас на лечении, скорее всего, это тоже сказалось». В активе «Газпрома» сегодня 19 очков. Наши волейболисты расположились на восьмой строчке турнирной таблицы. Сейчас у сургутян перерыв. Следующий матч они проведут дома. 5 марта «Газовики» встретятся с Нижегородской губернией. Антонина Новикова, Дарья Давыдова, Сергей Колотов. Сургут. Интерновости. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Приобретайте офисы в престижном районе на первой линии новой дороги. Свободная планировка площадей от 240 и более квадратных метров. Панорамные окна с видом на Сайму. Коммерческая недвижимость в жилом комплексе «Саймовский». Мечтаете о безмятежном отдыхе? Ваша ванная комната – место, где можно забыть о проблемах, наслаждаться тишиной, место, где нет мелочей. Свет, аксессуары – все важно. Галерея керамики. Искусство жить роскошно. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните 22 22 44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22 22 44. В связи с закрытием отдела меха и кожи в универмаге «Сургут» радостные скидки. На мужские и женские пуховики 50%. На норковые шубы от 30 до 50. А на шубки из меха, бобра и мутона за полцены. Универмаг «Сургут». Улица Рыбников, 16. Телефон 25 06 05. И о погоде на 25 февраля. Здравствуйте, в студии Юлия Рябцева. Генеральный спонсор прогноза погоды компания «Деколюкс». Компания «Деколюкс» официальный партнер «Алютех» предлагает алюминиевые окна и двери, входные группы, офисные перегородки, а также остекление фасадов, витрин, балконов, зимние сады. Производство в «Сургуте». С компанией «Деколюкс» вам будет тепло и уютно. Улица Югорская, 38. Телефоны 26 14 07 26 27 72. Код города 34 62. Вас ждут в компании «Деколюкс» по адресу улица Югорская, 38, телефоны 26 14 07 26 27 72. Код города 34 62. Во вторник теплый атмосферный фронт, перешагнув через Урал, продолжит смещаться к востоку, осваивая западный район Сибири. Небо над регионом наполнится плотными облаками, пройдет снег, по северу закружит слабая метель. И лишь восточная часть приобья будет под влиянием прохладного антициклона. Здесь малооблачно, осадки маловероятны. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, с прояснениями, кратковременный снег. Ветер юго-западный 3,8 м в секунду, температура воздуха минус 18, минус 23. Утром погода существенно не изменится, на столбиках термометров около 21 градуса мороза. Днем переменная облачность, местами пройдет снег. Направление ветра южное 3,8 м в секунду, температура воздуха 11-16 ниже 0. Собачку Чичилав можно всегда взять с собой, ведь она легко помещается в сумочку. Отличный подарок для вашей маленькой модницы. Всего 2499 рублей. Цена, рекомендованная карапузом. Карапуз представляет удивительные подарки для мальчиков и девочек. Умные игрушки, высокотехнологичные, говорящие, яркие и забавные. И только в карапузе по специальным праздничным ценам. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитный фон спокойный. Атмосферное давление составит 766 мм туттого столба. Сделать дом красивым и уютным легко с керамой. С 20 по 28 февраля купи ламинат и получи укладку в подарок. Керама с нами выгодно. Подробности у продавцов-консультантов. Спонсор прогноза погоды – Центр строительно-оделочных материалов «Керама». Город Сургут, Нефтьюганское шоссе, 21А. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Фабрика комфорта. Живите красиво. Я желаю вам всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания.